Какие впечатления от нахождения сборной? Вы чувствуете себя дебютантом. Как у вас ощущения от того, что происходит в национальной бюджине? Безусловно, очень рад, что меня пригласили. Наконец удостоился этой возможности и хочу себя проявить и помочь команде одержать победу и высокий результат. Когда раньше тебя вызывали в сборную и спрашивали у Картина, почему, он отвечал, что я прекрасно знаю скотинцев, поэтому не вижу в этом смысла. Видимо, что-то изменилось. Как вообще реагировал тогда на все это, на нее вызовы, скажем так? Ну, конечно, первое время переживал. Потом немного просто сконцентрировался только на себе, абстрагировался от лишнего и сделал все так, чтобы перевернуть ситуацию. И спасибо, что тренер обратил на меня снова внимание и что я попал в этот список. Что-то сделал из того, что, может быть, на твой взгляд, заставило пересмотреть отношения Картина к тебе. Забил тот самый гол красавец, сделал свои выдающиеся финты, которые, в общем-то, разошлись широко. Я думаю, Валерий Георгий уже знал об этих моих качествах атакующих. И прежде всего хотел, чтобы я уделил внимание оборонительной работе. И мне удалось прогрессировать в этом направлении. И он человек справедливый, обратил на внимание, меня пригласил, чему я, повторюсь, очень сильно рад. Ты сам сказал о том, что прибавил оборонительной работы. За счет чего это произошло? Ты сам себе поставил какую-то цель в межсезонье и больше над этим работал? Какие-то индивидуальные занятия с тренером? Что это было? Ну, я помню, вот, Валерий Георгиевич, когда времена Ростова работали с ним, он говорил, что оборонительные навыки всегда можно подтянуть. Вот, и выиграть борьбу можно даже за счет желания, страсти, стремления к этому. Вот, и, ну, провел некоторый анализ, там, своих действий оборонительных, и в этом направлении работал. Вот, и, собственно говоря, так получилось. Анализ ты провел как? Ты смотрел, там, не знаю, как тебе сейчас называется, бывший инстат, да, что-то, цифры какие-то тебе персонально выводили? Я, нет, ну, статистически, да, мы, как бы, смотрели в «Динамо», проводили параллели с предыдущими сезонами, стал больше выигрывать единоборство и вступать в контактное, как бы, ну, сражение с оппонентом, да, вот, и, да, дуэли запускал. Вот, и стал в них более успешным. То есть, все... Ты прям по цифрам это видел, да? Или как? Ну, аналитик, аналитик у меня в «Динамо», Женя, там, хороший скинул мне цифры, вот, и я просто продолжал делать на эту ставку. Соперников у сборной России, сборная Катары, чисто чемпионат мира, как тебя, может быть, как оценишь оппонента? Ну, я смотрел, по-моему, две или два матча, точно, чемпионат мира смотрел, как я их там с Сенегамом, с Голландией, что они играли. Ну, как бы, такая рабочая, хорошая команда, физически сильная. Вот, остальное там, сказали, тренер у них поменялся. Поэтому, я думаю, надо больше от своей игры отталкиваться, вот, и навязывать им свой темп, стиль. Стадион уже разбирали на теории Катар? Всё, ну, скажи. Ну, так, начально, начально, да, разбирали, конечно, уделяли соперников внимания. Стадион «Альвакро», стадион чемпионата мира, вот, какие-то, не знаю, дополнительные мотивации, там, какие-то мысли появляются, что «Вау», там, сыграешь на стадионе, который вот был устроен этом? И, конечно, это дополнительный плюс, да, то, что большой стадион, надеюсь, много болельщиков придёт, вот, я думаю, классно должно получиться. Смотрели ли вчера матч с Египтом, был ли, может, какой-то просмотр общий организован с ребятами, или как-то по номерам сидели смотрели? Могу за себя только отвечать. Ну, я смотрел его хайлайты, вот, признаюсь, я говорю, сам его не смотрел, вот, занимался вот. Восстановление, там, и поэтому, как бы, ребята молодцы, что в такую жару, в непривычные условия, проявили характер. Многие эксперты, там, Симон Зоркова, Зачвили, Александр Мостовой, после игры выражали, что это было чудовищно, ужасно. Вообще, не знаю, пока в YouTube не заходил, ничего не смотрел. Витя, вчера была открыта тренировка «Белокаменки», здесь, почти, вот этот состав поехал туда, кроме вас, Глеба Фомина, и Виктор Саич сказал, что у вас небольшие проблемы есть, как вы себя чувствуете, полноценно вы готовы на все сто, так скажем? Да, были небольшие недомогания, вот, ну, хорошо у нас, классный персонал, тренерский штаб, и в клубе, в сборной уделяют нам много внимания нашему восстановлению, и удается, ну, по срокам подготовиться к матчу, вот, и стал себя лучше чувствовать. Ну, и сейчас можно сказать, что сто процентов готовы? Да, сейчас по тренировке помню, что сто процентов готов. Небольшие недомогания теме, что… Ну, просто что, да, что-то… Ну, это, как бы, да, классическое явление, когда очень много матчей, то есть мало там ротаций, как-то область, там, что-то начинает там сводить там, ну, обычно, даже не повреждения, то есть тонус мышц подтянуть, вот, и вернуть на должник, как-то ставим. Вот эти твои финты, которые ты демонстрируешь в РПЛ, я вспоминаю, по карьере к тебе были замечания, по-моему, у одного из тренеров, ну, где-то, где-то в Европе, да? Тебе, Валерий Георгиевич, на этот счет мне ничего не говорил? А, нет, пока именно индивидуально мало разговаривали, вот, сейчас пытаюсь, как бы, вспомнить требования некоторые, потому что уже другая схема, они даже где-то там играли вместе пять лет назад, вот, а, думаю, он будет только поощрять атакующие мои действия. На этот сбор приехал Александр Головин. Как тебе с ним тренироваться? Ощущается ли он как игрок какого-то другого уровня? Может быть, спрашивал у него какие-то советы по финтам, все-таки такой тоже игрок, который любит поработать с мячом? Да, безусловно, очень классный футболист, тоже мы давно с ним лично знакомы, еще с юношества играли, пересекались в некоторых возрастах, вот, а такой уникальной техникой обладают, конечно, вот, и есть, что посмотреть, вот, но так каждый должен обладать индивидуальностью и развивать свой стиль, неповторимый в чем-то. А с кем сейчас из партнеров по сборной больше всего общаетесь? Ну, Азданиев именно, вот, с, ну да, с Тёмой Выкорчуком, вот, с Калининградский с ним еще, по политике были знакомы уже давно, вот, да и вообще, в принципе, дружелюбная команда, все ребята друг друга знают, и совсем можно пошутить, пообщаться, спросить, нормально. А можешь рассказать, как вы проводите время вместе, возможно, какие-то игры, постольные или что-нибудь еще такое? Слушай, ну, так как я новичок, как бы там можно считать, то пока еще ничего такого общего не было, прям, каких-то матчей, все стараются засыпаться, там, знаешь, может, что-то там поиграть и отдыхать, потому что серьезный матч впереди. Сейчас, ну, идет много разговоров по необходимости вообще проведения этих матчей сборной России, многие считают, что они не нужны, кто-то говорит, что нужны ты, вот, как, игрой сборной, как считаешь, для чего нужны наши сборные и эти товарищеские игры? Я думаю, что каждый из нас, в том числе я горд защищать свою страну, вот, на футбольном поле, поэтому сделаем все возможное, чтобы, чтобы болельщики считали, что каждое от себя действие имеет значение, вот, поэтому мы здесь собрались, мы должны делать ту работу, которая перед нами представлена, вот, соответственно, есть матч, надо его с радостью отыграть и желательно выиграть. Спасибо. Спасибо.